О бюджете, инвестициях и инициативах жителей. Итоги социально-экономического развития сегодня подвели в Урмарском районе. Какие задачи перед местными властями обозначил глава республики, тему продолжит Дмитрий Ковалев. Жители Урмарского района брать инициативу в свои руки не боятся. В рамках программы развития общественной инфраструктуры в муниципалитете реализовали четыре проекта. Более полутора миллионов рублей в прошлом году направили на ремонт дороги, дома культуры и насосной станции. На очередной конкурсный отбор представили более десяти инициатив. В основном это инфраструктура, то есть дороги, водопровод, ремонт сельских домов культуры. В принципе, все те блага, которые пользуются люди каждый день. Главу республики была поставлена задача, что все проекты, которые на сегодняшний день заявлены, их нужно поддержать. Я думаю, что в любом случае дополнительные средства будут выделены и все проекты будут поддержаны. Власти района заботятся и о досуге местных жителей. В прошлом году в селе Шаркистры открыли новый дом культуры. В планах модернизация ДК, возведенных в советский период. Назрела необходимость и в капитальном ремонте районного дома культуры. За год в его стенах проводят сотни мероприятий. Здесь установят комфортабельные кресла, новую световую и звуковую аппаратуру, обновят фасад и кровлю. Работы планируют начать уже в этом году. В этом году в районном центре планируют приступить и к благоустройству парка. Работы не удавалось двинуть с места на протяжении многих лет. Глава администрации занялся вопросом лично. Эскизный проект предложили разработать местным жителям. Мы проводили конкурсы системы образования. Своими глазами они предлагали свой парк. И мы при создании эскизного варианта это учитывали. В районе успешно развивается потребительский рынок. По итогам прошлого года оборот розничной торговли вырос, были открыты и новые объекты. Инвестиционно-привлекательная сфера муниципалитета – сельское хозяйство. В 2017 году в сельскохозяйстве реализовано 11 инвестиционных проектов. В общей сложности, как я сказал, вложены инвестиции на сумму 107 миллионов рублей. Господдержку получили 45 сельхозпроизводителей района на общей сумме 50 миллионов рублей. Есть возможность и стремление куда двигаться прежде всего крестьянско-фермерским хозяйством. Потому что в дельном весе они занимают уже в Урмарском районе больше половины. В этом году для поддержки сельскохозяйственного производства мы выделяем не менее 2 миллиарда 500 миллионов рублей. Глава региона рекомендовал властям ускорить работы по воду в оборот залежных земель. Для муниципалитета это стабильный доход. Все средства, или в виде налоги, или в виде аренды, они поступают полностью во бюджет Урмарского района. Никто, ни у кого у вас, никто не забирает ни копейки, ни одну рубль. Серьезная проблема муниципалитета – стихийные свалки на улицах. У нас по городскому поселению 78 контейнерных площадок, в том числе плюс по 3 контейнера там стоят на каждой площадке. Значит, это все жители. Жители, значит, у нас здесь недалеко. Контейнерная площадка, можно было выкинуть, но, тем не менее, у них ноги не доходят. Ясно одно – за облик поселка должны отвечать и местные власти, и жители. Перспективы развития муниципалитета обсудили на рабочей встрече. Контроль за ценами на молоко, ликвидация долгов за потребленный газ, ремонт аварийных участков дорог. Фронт работ на текущий год для местных властей обширный. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Продолжение следует...